Увлекательные игры, веселые развлечения, интересный концерт. В подмосковном Переделкине рядом с резиденцией предстоятеля Русской Церкви состоялся детский праздник в гостях у Патриарха. Он проводится вот уже 8 лет, но в этом году впервые накануне Дня Знаний. На детском празднике побывала наша съемочная группа. Галина Ледвина продолжит. В саду Патриаршей резиденции на радость участникам торжества был сооружен детский городок. Накануне Дня Знаний на праздник приехали детвора из поселка Переделкино, ребятишки из Солнцево, Новопеределкино и других столичных районов. По традиции праздник проводится в дни пасхальные, но в этом году из-за насыщенного графика Святейшего было принято решение провести его накануне начала учебного года. Сегодня здесь, в Переделкино, в новом храме Игоря Черниговского, духовник Святейшего Патриарха, с хиархи Мадритыли, отслужил молебен на начало учебного года. Как вы все видели, храм был полон детьми. Нам отрадно понимать, что эти маленькие детишки уже у себя где-то в голове глубоко понимают о том, что без Бога, без молитвы, без благословения успеха в жизни не видать. Участников торжества порадовал парк развлечений, аттракционы, мастер-классы, мастерские народных ремесел, спортивные и военно-патриотические игры. Отложив все свои дела, приехал, чтобы встретиться с детьми, патриарх московский в Сеярусе Кирилл. Он благословил ребят на начало нового учебного года. В своем слове Святейший Владыка назвал школьное время одним из самых важных этапов человеческой жизни, когда формируется личность, говорил о любви и доброте. Для того, чтобы научиться жить без конфликтов, нужно с детства к этому приучаться. А путь только один – как можно больше делать добра людям. И в ответ на твое добро кто-то в адрес твой сделает тоже доброе дело. И тогда жизнь наша наполняется добром. А где добро, там нет конфликтов. Вот я и хотел всем вам пожелать успеха в вашей учебе. Помощи Божией в обретении знаний, столь необходимых в современной жизни для того, чтобы жизнь была успешной. Ну и, конечно, от всего сердца желал бы вам накапливать добро в самих себе и делиться этим добром с окружающими. С праздником вас поздравляю! С наступающим учебным годом! На площади перед Преображенским храмом состоялся традиционный праздничный концерт с участием известных артистов и звезд российской эстрады. Участвовали в концерте детские музыкальные коллективы, а также дети – победители популярного шоу «Голос», среди которых и мужественный мальчик Данил Плужников. «Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост, и все, как песен сорвалось, свободным стану я от злой яд и добра. Моя душа была налезь в длина. Большой праздник, который проводится уже в восьмой раз, стал доброй традицией. В этом году только по приблизительным подсчетам в нем приняло участие около трех тысяч детей. Вход на мероприятие был свободный, посетить его могли все желающие. Атмосфера непередаваемая абсолютно. Как только сюда приходишь, ты полностью погружаешься в эти игры, в эти эстафеты. Меня удивило, что тут так много известных людей, как победивший голос мальчик, как другие известные артисты. И я очень рад, что сейчас делают такие праздники». Их всех пригласил в гости Святейший Патриарх. Этот светлый день сохранится в памяти детей. Напоминать об этом празднике будут и молодые яблони. В саду Патриаршей резиденции они были посажены его святейшеством и участниками праздника после концерта. Продолжение следует...